Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжаем заниматься программированием микроконтроллеров AVR. У нас отмега 3.28 и занимаемся мы сетью, подключая данную отмегу к микросхеме ENG28J60, выполненную в виде модуля. Очень удобно она выполнена, эта микросхема. И узнаём мы теперь точное время. То есть мы с вами изучаем постепенно NTP, который является уже протоколом прикладного уровня. И успехи у нас уже есть. Мы получили точное время, но пока в секундах в терминальной программе. Теперь, я думаю, пора бы нам как-то это всё и структурировать. Ну, как мы знаем, мы подключили библиотеку TimeH. Также, чтобы нам структурировать нормально. Это вот я тут также на сайте объяснил, как узнать адрес сервера какого-нибудь NTP. Вот такую ещё TimeZone. Ну, TimeZone это, я думаю, как все догадались, это часовой поиск. У нас он третий. Я думаю, вы свой прекрасно знаете. Ну, теперь, прежде чем нам заполнить свою структуру, нужно ещё заполнить промежуточную структуру. Ну, не то, что заполнить, а её структурой-то особо и не назовёшь. Привязать её к нашему полю, немножко наше поле скорректировав, которое мы одно только используем в заголовке. Это отправленное время с сервера. Ну, для этого мы перейдём в наш проект. В NTP теперь C. Мы вот здесь вот с вами не закончили в прошлой части нашего занятия. Ну, теперь, надеюсь, мы в данной части восполнен данный недочёт. Давайте я код скопирую, а потом лучше расскажу, чем наоборот. Чтобы вы видели уже. Вот такая ещё существует структура. Давайте её тоже посмотрим. Я её не видел. Например. А, оказывается, это не структура, а обычный Win32. Просто, ну, вот так его назвали. Потому что именно такая будет нужна для структуры типа TM. Типа вот этой. И мы к ней привязали показания секунд. Ну, это вот. Даже давайте вот так зайдём. Вот это поле мы показали его вот эту часть. Старшую часть этого поля мы показали с вами. Затем мы сделали смещение на NTP Offset. НТП. Сервер возвращает немножко другой таймштамп. Там лет на 30, когда на сколько. Смотря какой ещё тайм-эйдж библиотека. Например, тайм-эйдж в STM в библиотеке, в Кейловской, другое смещение требует. Не такой. Вот. Мы посмотрим. Здесь вот такое вот смещение. То есть мы его отнимаем это смещение с вами и прибавляем смещение на нашу тайм-зону. То есть у нас третий часовой пояс. Мы его умножаем на 3600. То есть на количество секунд в часе. И получается, что на три часа мы вперёд делаем. Нам возвращается время по гринвичу, я так понимаю. Ну всё понятно, в общем. И останется нам, в общем, всё это дело теперь завернуть вот в эту вот структуру нехитрым образом и показать в терминальной программе. Ну, показать-то мы покажем, но не всё там так. Всё просто. Вот. Не совсем с сайта хорошо копируются кирилистические символы. Поэтому мы их подправим. Что тут у нас происходит? Вот. Такая есть функция, которая преобразуется. RavTime. Ну, не RavTime, а TimeT, обычную 32-битную величину, в структуру Temp. Можно посмотреть, в принципе, код этой функции. Ну, по всей видимости, посмотреть его будет нельзя. Возможно, оно хранится как-то не совсем хорошо. Ну да ладно. Может быть и можно, может быть и нельзя. Ну и не надо. Главное, что работает. Вот. Что я тут показываю? Сначала я показываю, значит, день, месяц, год. Затем часы, минуты, секунды и день недели. Смотрим. Вот. День месяца из структуры беру. Вот. Беру месяц. Ну, так как месяц считается не с нуля, а с одного. Это легко посмотреть вот так. Вот они от нуля до 11. То мы прибавляем единицу по понятным причинам. Переходим на новую строку. Можно вот так сделать, что это не переход вовсе на новую строку. Дальше год. Прибавляем к нему 1900. То есть, это с 1900 года считается секунды. Но у нас с другого года. Поэтому мы делали смещение. Ну, теперь мы сместились и их стандартно с 1900. Затем мы часы берём. Часы в правильном формате у нас находятся. Вот. В нормальном от нуля до 23. Поэтому мы ничего их не преобразовываем. Минуты и секунды тоже в правильном формате. И также день недели. Вот. Ну, дни недели считаются от нуля. Но считаются они с воскресенья. Поэтому, например, у меня сейчас среда. Поэтому будет тройка. А вот если воскресенье, то будет не 7, а 0. Это можно написать какую-то функцию такую, которая будет преобразовывать. Если 0, то писать семёрку. Ну, я не стал этим заморачиваться. Нет. Главное. Главное нам узнать точное время, до которого нам ещё далеко. То есть, именно то, что не просто узнать, а во что бы то ни стало узнать. Чтобы не долбить попытки вручную, а чтобы автоматизировано всё это проделать. Так. Сборка прошла. Осталось прошить. Соединимся с нашим контроллером по TXRX по USART. И попробуем отправить запрос. Ну, с первого раза я вообще редко встречал, чтобы время возвратилось. Ещё попыточка. Ну, вот с третьей попытки нам что-то вернулось. Вот у нас 5.07.2017. И среда. И 18.58.42. Что, в принципе, соответствует действительности. Вот так. То есть, время мы получили. Ну, мы получили с третьей попытки. Давайте ещё попробуем. Вот теперь со второй попытки. Теперь с первой попытки. Опять с первой попытки. Ну, вот сейчас стал нам сервер время возвращать. Опять вот с этой попытки уже не вернул. То есть, он то возвращает, то нет. То есть, ну, поэтому придётся нам подумать, как бы нам достичь того, чтобы как только нам вернёт сервер время, так мы и успокоимся. Ну, в общем, для этого мне потребовалась ещё одна структура. Ну, может быть, она и не нужна, но мне вот удобно со структурами работать. Я что-то к ним привык как-то. Вот тут я написал, что неделя считается от 0 до 6. Всё, я написал. Вот она структура. Сейчас посмотрим, что у нас в этой структуре. Тут нет заголовков никаких. То есть, количество оставшихся попыток в структуре. Я взял 8-битную величину целочисленную. Я думаю, 256 попыток нам хватит. Потом таймер для следующей попытки. То есть, мы заносить сюда будем сколько секунд до следующей попытки у нас, сколько между попытками. То есть, будет секунд. В общем, флаг получения времени, который мы установим и сбросим тогда, когда мы время уже получим, чтобы ещё попытки у нас не повторялись. И также я решил MAC-адрес, IP-адрес и порт записать также в структуру, потому что мы будем вызывать нашу функцию возврата времени. Вернее, обращение в нет не возврата, а запрос времени из разных мест. Не всегда из netcmd. Я боялся, что потеряются у нас эти данные. Ну, возможно, можно было статиком внести гласбальные переменные, но я их завернул в структуру. Пусть живут в структуре. Потому что в это время могут происходить какие-то, посылаться другие пакеты между попытками. То есть, и не весть, что у нас вообще там в буфере будет. Поэтому здесь надёжней. Хорошо. Создадим по типу нашей структуры переменную в одноименном файле c. . Вот такой. И также эту переменную мы добавим, чтобы она была видна у нас в netc. Соответственно, с экстерном. Само собой. Ну, будем делать, что мы дальше. Давайте для начала инициализируем нашу структуру и её самые основные поля. Вот здесь вот в netini мы всё это заполним нулями. Ну уж не так уж, чтобы всё, а самое главное. Вообще и так всё заполнится, ну надёжнее оно будет. Я думаю там инициализация у нас происходит только однажды. Поэтому задержек это не повлечёт на ход нашей многострадальной программы. Всё. Записали мы нули. Ну и соответственно, вот здесь вот, когда мы в шестом, по-моему, статусе запросили с вами, вернее преобразовали IP из строки, давайте мы его запишем сразу в структуру в нашу, в соответствующее её поле. Вот так. Дальше вот здесь, после порта, мы перед первой попыткой заполним теперь структуру уже соответствующими цифрами и если что нам цифры эти не подойдут, мы их будем менять. Ну, перед этим мы должны конечно вот здесь вот привязаться к нашему буферу. Привязались, потому что мы здесь будем вот это использовать. Вот так. Вот, то есть вот здесь мы внесём код и уже вместо IP и порта мы занесём уже из структуры наши данные, поэтому мы эту функцию также затрём вызову. Вот она теперь у нас из структур берёт данные. Мы просто, я её так внёс, чтобы проверять, что точно ли это. Ну оно и лучше будет, чем этот статик. Я думаю, в структуре там надёжней. Ну правда тоже терялось и включал я, отключал вернее оптимизацию, но потом вроде всё нормализовалось. Вот так ровнее. Всё, мы заносим порт наш в структуру. 10 попыток, 5 секунд между попытками, но пока мы сделаем так. Флаг взводим, запросы времени, копируем также в соответствующее поле и mac-адрес в структуру в эту же пусть тоже помнится, иначе он забудется, не ровен час. И посылаем мы первый наш реквест. Ну и теперь, понятное дело, идём мы с вами в таймер-обработчик. Он у нас здесь сверху. Я путаюсь, потому что ведь ещё параллельно и по STM даю. Вот здесь, когда у нас уже мы именно где секунды отсчитываем, то есть когда у нас общий таймер тут у нас миллисекунды достиг тысячи, вот тут-то мы и начнём тут обрабатываться. В общем, сначала. Тут будет несколько условий, ряд. Ну первое условие, конечно, чтобы был взведен флаг. Если взведен флаг, то мы попадём вот в это тело. В этом теле мы убавим таймер на 1, но другими словами говоря, декроментируем. То есть у нас 5, а это станет 4, потом 3 с каждым входом. То есть чтобы у нас отсчитывалось время до следующей попытки. И затем ещё одно условие будет в условии. Что будет в этом условии? Будет то, что таймер у нас не достиг нуля. Вернее, достиг нуля не страшно, хотя бы отрицательным не стал. Поэтому ntp-таймер вот здесь не uint32, а int32. Может быть и отрицательным. То есть 0 это ещё ничего. А вот если будет минус 1, то мы уже как раз попадём сюда. Таймер наш досчитал и также попытки у нас не кончились. То есть они больше нуля. И тогда мы вот здесь вот и вызовем всё. Но прежде чем вызовем, там будет несколько ещё кода. Мы с вами давайте таймер опять на пятёрочку взведём, чтобы до следующей попытки, если что, считать время. Затем попытки декроментируем. То есть попытка, чтобы меньше на одну оставалось. И покажем, какая у нас в данный момент попытка на экране. Чтобы нам не считать. То есть ну чтобы вообще что-то было на экране. Если у нас попытка не удалась, мы же ничего не увидим. И будем, как слепые котята, думать идут ли у нас попытки, либо не идут. И запрашиваем мы опять точное время у сервера, внеся в аргументы из структуры поля. Ну и если ещё по-другому может быть другой случай. Случай может быть, что у нас попытки с вами, количество попыток меньше или равно нулю. То есть или ноль, или меньше. Может как через ноль спрыгнет. Поэтому я сделал вот так. Хотя попытки у нас по-моему беззнаковые. Ну да ладно. То мы сбросим все флаги и счётчики, и больше мы сюда никак, никогда не попадём. Попадём мы, если только send, нажмём кнопку в терминальной программе вот эту. Всё. Здесь это всё. Теперь дальше начинаем обрабатываться. Идём теперь мы в ntp-request, в ntpc файл. И мы помним, что мы MAC-адрес с вами занесли тоже кое-куда в структурку. И на всякий случай вот здесь мы его возобновим в отправке. Эти IP и порт мы уже там возобновили, в вызове. А вот MAC-адрес может свободно смениться. Я пробовал сюда не вносить и просто между попытками пытался пинговать компьютер с модуля. И потом уже у меня все попытки были, как говорят, тщетными. Потому что MAC-адрес уже туда какой-то там занёс другой, неизвестно какой. И я долго думать не стал, и вставил сюда вот это вот дело. То есть я копировал в адрес приёмника MAC-адрес из структуры, которую мы с вами вовремя записали, когда отправляли самый первый запрос. Это всё хорошо, но когда мы с вами уже получим ответ, нам нужно будет после того, как мы этот ответ отобразим, все флаги сбросить, чтобы опять попытки дальше не продолжались у нас. У нас же попытки не кончились, мы же не дошли до нулевой, а зачем нам ещё пытаться запросить точное время, если мы его уже получим. Поэтому мы сбросим все флаги. Это тот же самый код, который мы когда достигали последней попытки вводили. Один в один тот же код. Давайте выровняем всё. Вот тут единственное. Ну в принципе то, если всё правильно написали, ну надеюсь, что правильно. За счёт копирования ошибки, как правило, исключаются. За счёт вбивания руками, за счёт усталости ошибки и происходят. А это уже всё несколько раз вот этот код выстрадан, как говорится, отточен. Поэтому, я думаю, он будет работать. Всё. У нас нет ни предупреждений, никаких, ни ошибок. Осталось лишь прошить нам контроллер. Ну вы можете свои величины попыток устанавливать, свои величины между попытками времени. Сервера использовать любые. То есть есть сайты, где список их есть. Причём на многих сайтах показана даже загруженность этих серверов. То есть я тоже это пробовал. В общем, ну даже, я думаю, в будущем, выражившись вот этими вот нашими знаниями, мы когда-нибудь напишем с вами какие-нибудь электронные часы с синхронизацией из интернета. Вот. С первой попытки не удалось нам ничего и мы ждём. Всё. Со второй попытки, вот как вы видите, удалось. И всё. У нас больше попытки не продолжаются. Это уже левые какие-то рпреквесты идут. Вот. Давайте мы, как вот и я пробовал. Сейчас запустим ping. Но пока не запустим, мы его заготовим. 1,193. Заготовим. И заготовим. Причём такой какой-нибудь более бесконечный. Но мы всё равно будем останавливать. Я пробовал его вообще не останавливать. Время не возвращалось. Как-то нужна свобода для обмена. Всё. Погнали. И тут запускаем. Вот у нас пошли попытки. Восстановим ping и возможно с какой-то попытки время нам вернётся. Из последней бывало возвращалось, из предпоследней. Бывало вообще не возвращалось. Но факт тот, что код работает. Если, например, что с последней не возвращается, можно потом написать ещё в таймере обработчик, который, например, через час время запросит. Вот. Время нам вернулось. Правильное время. Так что, вот такие вот дела. То есть, мы с вами, так или иначе, наши цели и занятия всё-таки достигли. То есть, мы проработали UDP протокол ещё раз. Также мы изучили с вами NTP протокол. Причём, очень довольно-таки плотненько изучили. Но кому хочется ещё плотнее, то, пожалуйста, есть и NTP org сайт, на котором вообще там всё до мелочей разъяснено. Там какие-то страшные идентификаторы протоколов. Я не стал в эти дебри лезть. И зачем мне так, но и более мне хватает другой. Ну, надеюсь, в последующем всё-таки вооружившись нашими знаниями, мы напишем когда-нибудь что-нибудь посерьёзнее. Не только часы синхронизации, ещё что-нибудь такое. Но потом мы ещё и к другим модулям соответственно перейдём. Никуда мы не денемся. Я 5500 изучаю. Я, наверное, уже говорил. Постепенно он мне поддаётся. W5500 и компания Визнет. Всем спасибо за внимание. Пишите комментарии. Жмите кнопочку. Мне нравится. Также подписывайтесь на канал, чтобы узнать, когда следующее видео выходит. Всем пока. Всего хорошего. Доброго здоровья всем. Субтитры сделал DimaTorzok